Итак, это мое основное рабочее пространство, где я делаю большинство работ по инкрустации, монтажу гитарной электроники и всякие подобные вещи. И я сейчас как раз работаю над несколькими новыми макетами. Вот, например, пару эскизов в стиле наскальной живописи «Пылающее солнце». Такой вот интересный волкоборотень. Все началось с того, что я захотел сделать бас-гитару для себя. На бас-гитаре я начал играть в 14 лет и совершенно не представлял, что из этого может получиться. У нас была компания друзей с начальной школы, и детство проходит, ну, вы сами понимаете как. Вы то общаетесь, то нет, потом снова дружите. Так вот, мои друзья в определенный момент времени собрали группу, но у них не было бас-гитариста. У них было все – поклонники, девчонки, но не было басиста. И они сказали мне – купи себе бас и будем играть вместе. Видимо, у меня была предрасположенность к игре на бас-гитаре, потому что я чувствовал себя совершенно естественно с инструментом. Потом, спустя время, была компания в городе Санта-Роза, которая делала первые, в кавычках, кастомные инструменты, в основном бас-гитары. Три из них были представлены в музыкальном магазине Эдмонтона. И они меня настолько впечатлили, что я решил придумать свой, собственный дизайн и найти того, кто сможет по этому дизайну сделать инструмент. И я начал рисовать. В то же время я стал искать людей, кто делает необычные вещи с инструментами, занимается их кастомизацией. Где-то среди всех этих мыслей и родилась идея – а может, я попробую сам сделать свой инструмент? Тогда я записался на остолярные курсы и надеялся, что они помогут мне понять, как работать с инструментами и с деревом. А в итоге, я смогу реализовать свой проект и получить бас-гитару. Параллельно с обучением, начал заниматься подработками для практики работы с деревом. Чуть позже, я познакомился с музыкантами из группы Аркада. Мы стали играть вместе, и я полностью занялся музыкой. Таково было мое первоначальное намерение – оставить занятия по дереву и стать на некоторое время музыкантом. Но однажды, в южной части города, я увидел гитарный магазин Moonstone Guitars. Я стал регулярно бивать пороги их магазина с просьбой взять меня к ним на работу. Потребовалась определенная настойчивость, но в итоге они меня взяли. Я был просто на седьмом небе от счастья. Это было то место, где я мог получить знания, как сделать собственную бас-гитару. Было очень весело и интересно заниматься моим проектом. Прекрасное было время. Я оставался работать в этом магазине, даже когда всесленные сотрудники понемногу стали увольняться тут. В итоге остался только я один, и именно в этом магазине я основал свой бизнес, свою мастерскую в 1986 году. И вот спустя столько лет я все еще тут, изготовляю кастомные инструменты ручной работы. Балладная гитара, которую я недавно сделал для Джеймса Хэтилда, примерно полтора года назад, когда Джеймс с группой Металлика переехали из Лос-Анджелса в Сан-Франциско, они жили на западном попережье в небольшом доме с гаражом, где репетировали. Группа впоследствии неоднократно переезжала, тот дом был перепродан несколько раз, но когда старый гараж снесли, кто-то сохранил старые доски, из которых он был построен. Это был очень исторический момент, ведь они переехали, чтобы бас-гитарист Клифф Беттон стал частью их группы. В этом гараже были записаны песни для таких альбомов, как «Райда Лайтинг», «Мастер оф Паттерс». Это был изначенный период жизни, как группы. Поэтому, когда группа узнала, что остались какие-то части их гаража, они захотели как-то по-особенному их использовать. Они пригласили меня и задали вопрос, можно ли использовать эти доски от гаража для создания гитары. Это было весьма забавно, ведь дерево не было в хорошем состоянии. Это не обивочная и красивая наружная доска, а часть внутреннего каркаса гаража с разными вмятинами и трещинами. Пришлось немного поэкспериментировать тут и там, обработать трудные участки, оставить, а не вытаскивать ржавые гвозди. Дизайн инкрустации грифа, который был нарисован моим другом из Сербии, содержит историю того перевода группы, переезд группы к Клиффу, первые успехи группы, последующая гибель Клиффа. Великолепно сделанный дизайн. Он сделал его буквально за три дня. Я показал его Джеймсу и ему тоже понравилось. Я вспомнил одного парня из Англии, который занимается монетами и гравировкой. Он сделал мне четыре монеты за черепами. Это стало отличным дополнением к гитаре. В итоге у меня был дизайн Сербии, монеты из Англии и все это выглядело фантастически. Я сделал заднюю крышку электроники тоже из гаражных досок и инкрустировал в нее монеты. Джеймсу очень понравился эта гитара, как внешний вид, так и звучание инструмента. Это был замечательный и достойный проект. Большинство гитар Кэна Лоуренса основаны на форме Эксплорер. С измененной формой грифа и инкрустациями вдоль ладов. Но есть и другие формы, например Лес По, а также бас-гитары. Если у кого-то есть желание и позволяю средство заказать кастомную гитару, то в описании к этому видео я оставлю ссылку на его группу в Фейсбуке. Спасибо за просмотр! Слушайте хорошую музыку, играйте на гитарах и не ржавейте! Субтитры сделал DimaTorzok